Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики. С вами Ренат Бакиров. Сегодня в выпуске. Несмотря на призывы чиновников и врачей, татарстанцы продолжают отказываться от льготных лекарств. В республике стартуют рейды по квартирам должников за жилищно-коммунальные услуги. Авиакомпания «Татарстан» никак не может расплатиться с кредиторами. Большинство татарстанцев выбирает денежную компенсацию соцуслуг. Хотя в этом году и наблюдается небольшое снижение количества отказов от набора соцуслуг, процент отказников остается высоким – 70. Он при этом ниже среднероссийских показателей. В Татарстане такая тенденция наблюдается на протяжении уже нескольких лет. Несмотря на призывы чиновников не отказываться от лекарств. Свой выбор на следующий год и льготники могут сделать до 1 октября. За каждым процентом стоят тысячи жизней, тысячи людей, которые вынуждены продавать какие-то вещи, брать кредиты. И вокруг этих забот вовлекаются не только родственники, но и близкие, дети, родители. И, конечно же, когда беда приходит в семью, какое-то тяжелое заболевание выявляется, и люди сожалеют, обращаются в различные инстанции, но закон не предполагает возможность возврата программы в течение года. Это решение необходимо принять до 1 октября текущего года на следующий год. Денежная компенсация составляет 760 рублей. Медики также рекомендуют татарстанцам не отказываться от льготных лекарств и услуг, так как в отдельных случаях лечение может обойтись в несколько миллионов рублей. Прежде всего, лекарственная терапия на сегодняшний день выходит на первый план. И стоимость этой лекарственной терапии не в стационаре, а поддерживающей терапии, например, у пациентов, рак молочной железы до 1,5 миллиона в год. И получив в своих субсидиях 760 рублей в месяц, понимаете, государство затрачивает на этого пациента почти 2 миллиона. То же самое касается рака почки. Лечение пациента в третьей линии химиотерапии, например, рака почки, эти пациенты, которые уже не один год страдают, имеют метастазы в органы висцеральные, как лёгкие, как печень, метастазы в кости. Тем не менее, они подлежат лечению. И они могут жить с таким распространённой формой заболевания от 3 до 5 лет. И лечение этих пациентов обходится государством более 2 миллионов в год. Поэтому по колоректальному тоже от 1,5 до 2 миллионов в год. Лечение онкобольных затратно, но оно имеет эффект. Очень обидно, когда понимаем, что на чашу весов выставляются 760 рублей и возможность получать эффективные действия на лекарственную терапию. Поэтому я призываю от лица всех онкологов, не отказывайтесь, не заменяйте, не подменяйте своё лечение крайне-крайне-маленькой выплатой. Мы не сможем вам обеспечить лечение при необходимости, при вашей возможности получения. Мы будем вам отказывать, к сожалению, потому что в бюджете Республики онкодиспансера таких денег нет. С завтрашнего дня татарстанские судебные приставы организуют массовые проверки неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги. Их проводят в рамках соответствующего месячника. Работники Республиканского управления судебных приставов будут регулярно навещать должников и накладывать арест на их имущество. Как правило, сообщают в ведомстве, под арест попадают бытовая техника, мебель, автомобили, но возможны даже аресты имущества и выселение неплательщиков. На данный момент судебные приставы ведут 33,5 тысячи исполнительных производств по долгам за ЖКУ. Их сумма же составляет 1,387,000,000 рублей. Арбитражный суд Республики продлил конкурсное производство в авиакомпании «Татарстан». Таким образом, банкротство организации растянется как минимум до 27 ноября. Ходатайство о продлении срока банкротства было подано в суд управляющим авиакомпанией Евгением Грабалином. При этом ранний арбитраж отказал последнему в удовлетворении иска к бывшему гендиректору-перевозчика. Предварительная стоимость активов авиакомпании составляет около 300 миллионов рублей. В то же время, по информации суда, кредиторы требуют с нее долги в сумме почти на 3 миллиарда рублей. В конце октября 2014 года перевозчика, напомним, признали банкротом. За год до этого «Боинг-737» авиакомпании разбился при посадке в Казанском аэропорту. Когда погибли все 50 человек, находившихся на борту самолета, Росавиация выявила в организации множество нарушений и аннулировала ее сертификат эксплуатанта. Это были новости экономики. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова